Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Подписывайтесь на него, если еще не сделали этого и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео! Ко мне сегодня пришли ручки с очень тонкими ногтями, к тому же и чувствительные, что видно по белым пятнышкам. Нам нужно привести ручки в порядок, конечно же, гель-лак для этого не подойдет нам, потому что нет времени отращивать некоторые ногти, ведь уже совсем скоро новогодние праздники. Да и гель-лак не держится, по словам клиентки, из-за влажности рук, возможно. Мы решили сделать наращивание и уже через несколько часов мы увидим ноготки преображенными. Это как раз таки наш вариант. Я срезаю длину ногтей и подпиливаю пилочкой. Опиливаю как свободный край, так и саму ногтевую пластину. Это нужно для хорошей сцепки материала с ногтем. Мы будем выполнять наращивание арочных квадратных ногтей на бумажных формах. Я уже экспериментировала с моделированием арочных ногтей акригелем. Он отлично держит арку и не разжимается в носке. Но сегодня я работать буду классическими гелями. Мне нравятся цвета и консистенция у Космопрофи. Причем я работаю одновременно и средней вязкости гелями, и гелями суфле. Сейчас я продолжаю подготавливать ногтевую пластину к покрытию и счищаю птериги с ногтя. Саму кутикулу на этом этапе можно убирать, можно не убирать. Это зависит от ее запущенного состояния и чувствительности. Музыка. 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 Я всегда не понимала мастеров, которые ставят форму, а потом начинают обезжиривать, наносить базу. Ведь все это наносится только на натуральный ноготь. А в то время, пока эти маневры выполняются, форму можно нарушить, сдвинуть. Но сейчас я делаю именно точно так же, потому что просто забыла про праймер и базу. Вылетело как-то из головы. Праймер нанесла в начале кислотный, дождалась полного испарения. Когда ноготь снова стал белесым, то следом можно наносить сразу базу. Но я еще нанесла и бескислотный праймер, так как ручки влажные, как я уже говорила, и искусственные нукти на них ненадолго задерживаются. Поэтому я применяю все свои средства, которые у меня есть в наличии. В целом, база на кислотный праймер испаренный тоже должна хорошо держаться. Вот такая жидкая база от Cosmoprofi, которую наносить нужно исключительно тонким втирающим слоем. Базу в лампе просушили. Обычно подложку мы наносим прозрачную. Многие спрашивают, почему же это? Это нужно было для того, чтобы камуфляж, который наносился после подложки прозрачной, просыхал и сверху, и снизу за счет прозрачности. Но это было с древними ультрафиолетовыми лампами на 36 ватт. Сейчас с LED-лампой в 48 ватт можно позволить наносить сразу камуфляж. Оттенки у камуфляжа от Cosmoprofi очень натуральных и красивых цветов. За это я их и люблю. На этом этапе я использую средней вязкости гель оттенка Light. Выстраиваю им форму и длину. Толщину я пока не формирую. То есть, по сути, мы делаем ту же подложку. Это нужно для того, чтобы зажать арку. После просушки 30-40 секунд можно снять форму. Если на форме не осталось никаких влажных следов, значит наш камуфляж отлично просох. И следом я готовлю под рукой себе уже гель желе. Оттенка Cover серии Flex. Флексы не супер густые, очень легко управляемые, но при этом совершенно не текучие. Стоят на месте, там где их оставили, ни шагу влево, ни шагу вправо. На кутикулу не заливаются, на бока не сползают. В этом их прелесть. Но в лампе подпекают очень здорово. Поэтому всегда на стрёме. В целом-то и понятно, такой-то слой наносим массивный. Конечно, будет печь. Я стараюсь выровнять материал, чтобы этот слой уже стал у нас последним. Поэтому я очень стараюсь не оставить ямок. Если по бокам материал мы нанесли равномерно, то и арка подожмется красиво. Отправляем в лампу ноготь на 60 секунд в LED-лампу 48 ватт. Сейчас у меня, кстати, лампа со съёмным дном. В магазине Космопрофи такая есть в продаже. Это средний по цене вариант, как у меня сейчас. После одной минуты в лампе ставлю зажим. И вот после 30 секунд в лампе вместе с зажимом, у нас уже получается фиксированная арка в 50% круга. Снимаем липкий слой после просушки. И осталось немногое. Опил. Опил у квадрата чёткий, с прямыми линиями по бокам, с торца, по нижним параллелям. Ровный чёткий кончик. Плавный в этой форме только переход от кутикулы к апексу. И от апекса к кончику снова прямо. Фиксируем. Продолжение следует... Это контакт Eddie grumperation горьита пропускатьot. И от реалю эффект пешек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Орбинить п reuse Pour worthе жордость. По depriлость м masse майорами, третий скрептовcultural х acres и цельюникуön. По счетому лампу да sound sj 36 ЧТО y два лахта Connor. Пробства meg желаемых подсов мотора wearing. Продолжение следует... Пару мелочей осталось у кутикулы. Это дополнительное заглаживание материала фрезой. Я использую ту же, что и подчищала птеригии. Продолжение следует... После среза я также зашлифую место среза, потому что на этом пальчике были еще и заусенцы, переходы от которых тоже нужно сгладить. Убрала я кутикулу в самом конце, потому что ручки эти вижу впервые, и я не уверена была, насколько может быть чувствительна эта кутикула, чтобы не раскровить ее во время финального опила. Когда убрали пыль, картина проясняется. Показались ровные параллели, которые четко выходят из зоны натурального роста. На этом ногте у нас расположится френч в качестве дизайна. И с этим гелем, и с этим цветом я точно уверена, что камуфляж скроет зону свободного края натурального ногтя, который заканчивается довольно рано. А с помощью такого вытянутого френча мы визуально вытянем ноготок и пальчик в целом. Мне категорически не нравится толстый френчи. Ну и этот вариант на любителя. Наши ноготки и пальчики значительно преобразились, и ручка стала более женственной. А что происходило и зачем с ногтем на безымянном пальце, это я могу рассказать вам уже в следующем видео. Кстати, проверьте, возможно оно уже есть на канале. А я всем желаю прекрасного новогоднего настроения, желаю получить те подарки, которые вы загадали, ну и конечно же творческих успехов. До скорой встречи! Пока-пока!